И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый видеоролик, новый видос игровой уже начинает свое начало, и... Начинает свое начало, боже, что я несу? Ну ладно. В общем и целом, я, конечно, ничего перезаписывать не буду, поэтому пусть оно такое будет, не совсем удачное начало. В общем и целом, друзья, здарова всем! Я хотел бы вас попросить поставить обязательно лайк на данный видеоролик. Спасибо вам всем, кто уже поддерживает данные видосы, кто проявляет свою активность, кто пишет вооружение в комментарии под видосы. Я, безусловно, все это дело ценю. Ну и сегодня у нас довольно знаменательный день, довольно... Ну я сказал бы, необычное для меня в какой-то степени, наверное, сочетание, но привычное и обычное именно-таки для вас. Это самое распространенное и самое популярное вооружение у нас в игре. Это, конечно же, та самая Хорната рельса, о которой вы мне уже спамили, наверное, с самого первого видеоролика. Я, безусловно, все это дело видел, все это дело контролировал и отлично понимал, что начинать там во втором-третьем видосе уже с рельсы это будет как-то... Ну не то, а сейчас уже определенно тот самый момент настал. И скажу вам честно, скажу вам честно, играть я буду, конечно, на рельсе с устройством скаут. Скажу вам честно, что я уже на протяжении двух предыдущих дней играю Хори рельсу. Возможно, в какой-то степени, чтобы не опозориться и здесь на видеоролике. И скоро у нас всякие там грядут турниры рельсовые. Дабы уже как-то по чуть-чуть хотя бы вспоминать эту пушку, потому что в последнее время я вообще ей не уделял внимания и играл на ней как... Ну, если бы взял бы там, грубо говоря, не играя вообще, то играл бы как, я не знаю, как последний нуб. И вы бы мне потом бы написали в комментарии, что ты там вообще рак какой-то нулячий, что ты делаешь, ты вообще играть умеешь в эту игру. Поэтому сегодня я надеюсь, что я не буду там жестко крабить, рачить, но если что, если вдруг там будут какие-то мои определенные промахи, косяки, сильно на меня не горите, пожалуйста. Я не профессиональный рельсовод, это не моя профильная пушка. И сегодня я думаю, что мы сыграем в тех режимах, в которых Хорната рельса с овердрайвом принесет максимальную эффективность. Я думаю, что это контроль точек, это захват флага и если получится, то также мы скатаем одну каточку в команду на команду, попробуем где-нибудь там покемперить, пострелять и понаносить за счет этого довольно неплохие цифры, неплохой урон. Но что касаемо захвата флага, я думаю, что поагрессивнее поиграем, контроль точек тоже там, поконтролируем точки, я думаю, что попробуем там как-нибудь красиво пострелять. Все-таки, возможно, там будут какие-то определенные моменты. Что касаемо резиста от рельсы, друзья, сразу скажу, я уже вот прогрузился в первую катку, радальна цтфочка, карта отличная. Что касаемо резиста, я вам сразу, друзья, скажу, о данной пушке в игре у нас очень большое количество резов и понятное дело, что за счет этого, ну, не всегда эффективно можно использовать данное вооружение. Боже, тут уже, я думаю, что за ерунда, почему они так тормознули резко. Так, я думал, сейчас я залечу, уже буду увозить просто, ну, не совсем понятно было, что делают ребята с противоположной командой, как-то это выглядело все не совсем ожиданно. Для меня я думал, что они должны... Ох, 300 урона, что-то дэшки не прожал. Я думал, что они должны выкатываться на меня, но они как-то что-то чересчур дефолтно так стояли в этой позиции. Нормально, первая сквозная. Здесь, конечно, безусловно, в матчмейкинге решает со скаутом... Ой, боже, как меня сбили сейчас, неприятно. Конечно, безусловно, здесь решает... О, блин, можно вернуть, я промазал. А-а-а! 800 урона. Решает, конечно же, овердрайв, друзья. Я сейчас, конечно, зарачил прям вообще по-дикому. Должен был решать этот эпизод в свою пользу. Но в итоге дал противнику поставить еще первый флаг, там подсек вообще на пулдау не был. Но количество резистов, конечно, ну просто нереально большое. Сколько тут? Шесть резов от данной нагибаторской пушки. Я не знаю, как я буду здесь занимать первое место. Но, повторюсь, друзья, в данных игровых видеороликах главная цель, главная цель, это игра на команду, это победа и максимальное количество опыта. Ну и, соответственно, место в катке. То есть, первое место и как можно больше опыта, чтобы я смог наколотить. Но пока я понимаю, что у меня на сегодня руки точно ватные какие-то. Я особо, честно говоря, не готов как-то дико жестко стрелять. Там уже челик пишет, привет, я твой подписчик. Это очень приятно, конечно, друзья, когда вы мне это пишете. Но не обижайтесь, друзья, если я вам где-то не отвечаю. Потому что в большинстве случаев я иногда даже вообще просто не вижу эти сообщения. Сейчас я человека, конечно, увидел. Я ему, безусловно, напишу привет. Но бывает, что я просто весь в игре и я не смотрю на чат абсолютно никак. Кто-то думает, что я его игнорю, но на самом деле я не игнорирую, друзья. Если я вижу, я всегда отвечу. Мне несложно написать две буковки в чатик, либо написать привет. Это, ну, не составляет особо никакого большого труда. Но зачастую я просто увлечен игрой и просто не вижу то, что вы мне пишете. Блин, но риса с овером, конечно, наносит урона довольно много. Еще и так сидит статично, тупо стреляет в меня. Как будто специально всем этим делом человек занимается. Но я надеюсь, конечно, что он просто так играет. И этот наш тиммейт уже упал в минус. Я в шоке. Как вы это делаете, молодые люди? Давай, давай, 0 хп. И сейчас вот здесь. Там надо было попадать. Там надо было попадать. Блин, надо, конечно, сейчас что-то делать. Пытаться увозить. Марвелос не дернул, а я промазал. Давай, 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 давай. Дико жестко, 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 жестко. Еще сквозную. А, это наш тиммейт? Давай, скидываю. Ну, едь, тиммейт, ну, боже. Уезжаем, парень. Сам меня поджал и теперь, блин, думает, что ему делать в этом моменте. Я в шоке с этих игроков. Для чего тогда поджимать? Ты берешь, поджимаешь меня и в итоге сливаешь момент. Гениальная мысль игрока. Просто ужас. Я себя не совсем уверенно чувствую, если честно. На таком сочетании. При том раскладе, что мне еще вот так бывает кто-то там сбивает. Еще что-то. Но максимально хочется получше сыграть, друзья. Максимально хочется получше сыграть. Потому что я понимаю, насколько большое количество любителей пушки данной смотрят и видеоролики. И я неспроста сказал, что это самая популярная пушка в игре. Это уже, я не знаю, на протяжении какого количества времени. И в общем и целом я могу вам сказать, что... Я не особый в последнее время фанат данной пушки. И за счет этого не играю на ней нормально. Но за счет такого устройства, например, как скаут, да? Хотел я там по викингу попасть, не попал. То, конечно, стоит немножечко тоже подтянуть свой скиллочек. Что-то тут парни уже пишут в чате. Ладно, не будем отвлекаться. Мы сливаем катку и это очень плохо. Это максимально плохо, что я ее сливаю. 0-2. Я понимаю, что... Мое место нормальное в этом бою, да? Но явно это не то, чего хотелось бы здесь добиться. Я надеюсь, что получится еще потянуть эту катку. Что будет шанс еще его выиграть. Потому что времени, в принципе, еще вполне себе достаточно. Зачем, кстати, я по этому парню стрелял? Я же все равно, если бы даже стрелял по нему с респа, я бы все равно его не слил. Потому что был бы просто ноль урона. И... Смысла, по сути, не было от этого выстрела. Но, в общем и целом, мы до сих пор не увезли ни одного флага. Это очень плохо, друзья. Это очень плохо. Наконец-то наш тиммейт начинает вытаскивать флаг, и я... Готов его подстраховать, безусловно. Какие-то лаги происходят у нас в игре. Это замечательно. Я уж думал, у меня, может, с интернетом какие-то траблы. Но, вроде как, все нормально. Отлично. Рельса бомба! Ну, я только овердрайв прожал, и сразу бомба. Ну, ужас. 2-1, 1 минута. Надо камбэкать. Надо, безусловно, камбэкать. Безусловно, сейчас надо врываться и камбэкать. Просто делать вещи. Ухори рельса накидывает. Ой, отличная была сбитая, если честно. Попробую сейчас здесь объехать. Здесь у нас хорючек как раз заходит. Можно попробовать что-то здесь сделать. Надеюсь, что меня здесь никто не будет выключать. Тут хори рельса. Отличная сбитая! Вообще шикарно. Уходим на центрик. А-а-а, они уходят тоже с флагом. Так, а тут парень... А, этот он едет в ту сторону. Но я думал, он на меня едет. Только не говорите, что сейчас он овердрайв прожмет, и меня просто сольет. Дайте, дайте, дайте. Я бегу, 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 бегу. У меня фулл кд! Боже ты мой, ну помоги ты мне! Ясно, я понял, супер тиммейты. Хороший, хорошая просто, отлично. Хорошо, хоть арта дала плюшку, но у меня ты... О-ой-ой-ой! ХП-хП-хП мало. Но я поставил изи катка так. Сейчас чуть корпусом сыграть. 10 секунд до конца. Офигеть, камбэкнули. Я в шоке на 2-2. Камбэкнули эту катку. Там такую рельсу я сбил одну красивую. Боже ты мой, я шо, рельсовод? Да я сам не верю своим глазам. Три шестерочки еще получил. Определенно, можно было бы сыграть, наверное, еще одну катку в захвате флага. Но я хочу сыграть на данном сочетании в трех разных режимах. Поэтому, друзья, не судите строго. И не ругайтесь, если вы бы хотели увидеть все эти катки в захвате флага. Я хочу реально попробовать сегодня поиграть на этой хоре рельсе в трех разных режимах. Первый режим, ну не сказать, что был максимально удачный. В принципе, 2-2 это неплохо. При том раскладе, то что мы на протяжении пяти минут сливали там катку. Это неплохо, но можно было, конечно, и получше сыграть. Своё первое место, конечно, я там забрал. Но рельса... Рельса, 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 рельса... Должна приносить еще больше пользы, если честно. На, я понял. Да, сейчас я поприношу пользу, друзья. Ну, вы понимаете, что это такое. Вы понимаете, что это мои любимые крит-ошибки. Сейчас я быстро обновляюсь. Это просто ужас. Это просто ужас, друзья. Эти криты, это что-то с чем-то. Ну, как вы... Ну, как можно вот так сделать? Ну, как? Ну, вот эти байты перехода на HTML5... Я не пойду в этот HTML5, друзья. Я не пойду туда. Как бы меня не байтили, как бы вот эти вот всякие обновления... Вернее, не обновления, а крит-ошибки эти... Мой хороший, может, выстрел получиться. Я поторопился немножко. О, отлично. Попал. Я все равно не пойду на ваш HTML5. Но, определенно, эту катку надо выиграть. При том, что я отлетел. Мог уже бы сейчас с овердрайвом тут урон бы наносить. Но, пока надо как-то выбрать какую-то более грамотную, наверное, позицию. Даже, честно говоря, не знаю, куда мне лучше встать. Отлично, мне свой темный там сбивал. Давайте, наверное, поеду куда-нибудь сюда. Сначала попробую забрать точку. А дальше, если кто-то забайтится, то я пойду просто дамажить. Мне ДДшку вот эту надо. Очень сильно надо ДД. Ай, забрал. Ладно. Очень страшно. Мне ДДшечку надо прожать. Вроде как, все неплохо. Вроде как, все неплохо. Вроде как, все неплохо. Твинс овердрайв прожимает. Мне просто надо ДД, друзья. Мне просто надо ДД. Я не хочу овердрайв прожимать без ДДшки на Хорнатор рельсе. То есть, условно говоря, если была бы какая-нибудь другая пушка, то, может быть, я бы и прожал бы овер. Но на рельсочке со Скаутом тут не такой большой урон вылетает, чтобы я без ДДшки стрелял. Особо просто смысла никакого нету в этом. Блин, как Гаусс меня сбивает. Ужас. А как он в простреле-то держит меня? Я не понял. Что за ерунда? Боже ты мой. Как он меня сейчас забесил, этот пацик? Я думал, сейчас я налегке его просто размансую, раскидаю урона, а тут такие приколы, как начал мне сбивать. Ужас. Мне ж плохо стало. Ай, ясно. Опять эти 0 урона. Хорошо, хоть 1700 вылетел. Блин, парень. Ну, не едь-то на меня. Упади лучше вниз. Упади вниз. Не лезь, не лезь, не лезь, не лезь. Я полетел точки захватывать. Плюс еще у меня тут куполочек снизу. И было бы неплохо, если бы сейчас еще бы овердрайв был. А, катка досрочно завершилась? Я что-то немножко приофигел просто. Я так смотрю. Я только обновился. Только что-то задумался. Хоп-хоп. И катка завершена. Ладно. Переходим к третьему режиму. Эта катка, ну, получилась, откровенно говоря, такая маленькая. Сейчас я, если быстро сыграю каточку команду на команду, то я думаю, что мы возьмем. Возьмем, 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 возьмем. Вернемся. Возьмем, вернемся. Еще сыграем в контроле точек. Потому что полноценной катки у нас в данном режиме не было. Блин, там какой-то хорерис тоже накидывает. Но нам надо как-то вот так вот сделать. А, блин, неясно, я понял. Еще не байте цапацик. Я хотел через сбитую стрельнуть. А, он тоже на скауте. Я что-то не понял. Через сбитую не получилось. Ладно. Сейчас я обкекался, если честно. Сейчас чуть-чуть поторопился. Чуть-чуть неграмотно сыграл. Надо было чуть-чуть пограмотнее. Но, сами понимаете, сейчас уже потихой. Должен немножко получше двигаться. Все-таки уже не первая катка. Но скаут, конечно, за счет своей быстрой перезарядки, хоть и вылетает небольшой урон, он дает право на ошибку чересчур много. Чересчур много у вас есть права на ошибку. И за счет этого, если вы не владеете на все 100% своей пушкой, безусловно, вы используете данное устройство, при том, что оно максимально, просто максимально эффективно на именно-таки харьке, вы за счет него потом дополнительно в итоге вытягиваете, безусловно. Не знаю, почему этот парень не прожал нарком. Очень странно. А что у него? Ладно. Его уже забрали. Так как это ТДМка, друзья, мне надо придерживаться позиции. Мне надо придерживаться позиции. И дожидаться моего овердрайва. Дальше ДДшки. И начинать просто раздамаживать по максимальному. О, хороший выстрел был. Так, ДДшка, ДДшка сейчас должна быть уже. Блин, чуть-чуть не дотянуло. Не дотянуло до ДДшечки. Ну, резистов, конечно, в матчмейкинге от Хори Рельсы. От Рельсы, вернее. В общем и целом, очень много резов. Прям очень много резистов. При том, что эти резисты везде, друзья мои хорошие. Везде. Просто везде. В любом режиме. Куда вы не зайдете, везде будут резисты от Рельсы. Везде. Потому что это популярная пушка. И потому что на ней очень много кто играет. Здесь все просто. Но за счет этого, конечно, в матчмейкинговых боях. Да и вообще, я думаю, что даже в ВВПшках особо на ней никто не играет. Ну, вернее, играет в большом количестве. Но не нагибает. Я чуть-чуть не то сказал, что я хотел. Можно играть, конечно, в форматочке. Но максимально эффективно и с первым местом использовать ее в матчмейкинге довольно-таки тяжело. Довольно-таки тяжело. Это реально. Это реально. Например, на Харьке, да, как я сейчас играю. Но это довольно-таки тяжело. Поэтому я не особо советую данное вооружение применять в матчмейкинге всем, кому не нравится, например, данная пушка. Если вам она нравится, если вы любите на ней играть, то, безусловно, используйте. Если она вам не нравится, то не думайте, что это какое-то там сверхнагибаторское вооружение, на котором стоит катать. Да, то есть, стоит на ней катать только если она вам нравится. Не нравится? Лучше возьмите то, на чем вам нравится играть. Например, гауссик какой-нибудь, жигочка, еще что-нибудь интересное. Но поиспользовать разные интересные пушки, безусловно, всегда можно. Всегда можно найти то, что вам будет нравиться. И я уверен, что не стоит играть, например, на рельсе, если вам она реально не покайфовала. Вы просто думаете, что она нагибает там, да? У нас сейчас в игре, при том балансе, который у нас имеется, каждая, по сути, пушка может быть нагибающей, если от нее просто-напросто нет резиста. Либо вы наиграете на харке, умеете владеть пушкой и просто играете за счет того, что выключаете резист противнику. То есть этот парень что-то знает. Играет на хоре-рельсе с густером. Ну, катка складывается довольно-таки удачно. Я пока балаболил, даже немножко киллов наделал. Это хорошо, вот там прострельчик хороший. Ох, как я попал, сочненько. Прям вот такие прострелы, это прям очень-очень достойно. Сейчас я, конечно, хотел бы по вот этой викорельсочке стрелять. Против тоже какие-то хоре-рельсы появляются жесткие, дикие. Можно было сквозной давать. Отлично, забрал. У меня такое ощущение, как будто они специально рельс одели. Возможно, я, конечно, ошибаюсь. Но у меня такое ощущение, как будто они начинали катку на другом вооружении и потом переоделись на хоре-рельсов. Возможно такое, друзья? Я вот думаю, что возможно. Я думаю, что это вполне себе реальная темочка. Что они взяли и переоделись. Взяли просто и переоделись. Переоделись. Так, катку выигрываем. Но мое количество опыта не является чересчур большим и нагибаторским. И мне стоит сейчас прямо начинать накидывать урон. Отлично. Сейчас было прожатие расходки, если честно. Вы видели, с какой скоростью я щелкнул по двум расходникам и еще успел дотянуться до шифта. И все это дело я сделал одной рукой. Представляете? Я тоже представляю. Это было не так просто. Зачастую я, когда так щелкаю, у меня какой-нибудь припас просто-напросто не прожимается. Например, я щелкаю DD-DH, в итоге DD-DH не прожимается. Ну, просто не срабатывает. Из-за того, что чересчур... Ну, не полным пальцем, возможно, нажимаю на данную кнопку. И получается так, что нажатие... Нажатие как бы фактически было, но оно было не полное. Из-за этого просто кнопка не отвечает на мое прожимание. И, по сути, та DD-DH не включается. Но катка данная довольно-таки неплохо заканчивается. Не сказать, что это первое место. Ну, сказать, что я тут как бы плохо сыграл, я тоже не скажу. 16 на 5, 3,2 УП-шечка. 6 звездочек я свои забираю. Катку выиграли. В принципе, довольно-таки неплохой бой. Поэтому давайте вернемся все-таки к контролю точек. Примерно одну сейчас надо еще каточку сыграть. Такую полноценненькую. Да, только вот вторая крит-ошибка за видеоролик. Это уже... Это уже жестко. Но это молотов, друзья. Это молотов. Здесь как бы нет ничего удивительного. Здесь не стоит удивляться, не стоит агриться, говорить, что Блин, как это так критует-то много у тебя. Нет, это молотов. То есть, это та карта, на которой стабильно выпадают крит-ошибки. И в этом нет, по сути, ничего удивительного. Поэтому... И даже резистов, к слову, от рельсы тоже довольно-таки мало. Поэтому давайте просто пробовать. И я думаю, что должно здесь все получаться. Я думал Гаусса вытянуть на левую зону, а Гаусс сам вытягивается направо. В итоге чуть-чуть не по красоте получилось. Отличный выстрел. Отличный второй выстрел. Третий. Но на рельсе столько стрелять, это просто ужас. Такая перезарядка быстрой рельсы. Хоть и вот этот вот урон, он не такой большой, да, кажется. Всего лишь ты там по девятьсотке бьешь. Но ты когда бьешь этот урон с овердрайвом харька, это просто максимально приятная темочка. И не представляете, насколько бесит противника, когда вот так вот вы играете на этом скауте. Когда вы наносите вот этот дэмэдж дикий, жесткий, постоянно по КД, да. Она вот прям вот как комар, знаете. Как вот надоедает и все. Вот так не особо сильно, но вот надоедает. Ну вот прям вот пьет эту кровь и пьет. А там контейнер летит. Ничего себе. Я что-то надписи не слышал. И я просто так отдал парню контейнер. Ну ладно. Пусть тоже порадуется с контейнером. Я как-то пропустил даже этот голд. У меня что-то последнее время, после этих сиреночек, которые были у нас... Которые у нас были зимой. Вот эти вот новогодние все. Я как-то перестал слышать обычные сирены. У вас тоже так, друзья? Напишите в комментарии, у кого так же. Потому что у меня вот какая-то ерунда. Я не слышу просто эти сирены. Просто не обращаю внимания. Знаете, как привык к этому. Ох-охо там. Хо-хо-хо, не хо-хо. А ох-охо нету. И я как-то их уже и не слышу. Возможно, я просто сам не сконцентрирован на этих голдах. А больше сконцентрирован на игре. Поэтому я как-то особо не обращаю внимания на это дело. А просто сижу и наношу дэмэдж. А давайте попробуем в этой катке, друзья, не слиться. И сделать как можно больше киллов. Я уже набил 9. И мне слиться больше нельзя. Я надеюсь, что моя команда будет сейчас вот так вот и дотаскивать эту катку. По-крутому. При том, что... Ой-ой-ой-ой. Сейчас я очень сильно ошибся. Я ставил парню аптечку сверху. И мне пришлось уходить вниз. Дабы он меня не слил. Вот сейчас я еще промазал. Одна попал. А, там слили. Мой фраг забрали. Ладно. Хорошо. Мне надо как-то объехать все это дело. И было бы неплохо еще бы забрать кого-то. Траекторию парню сбил. Аптечку сбили. Отлично. Молот уже забирает точку. И я, конечно же, помогу ему. Ее забрать. Понаношу еще дэмэджа. Отлично. Овердрайв есть. Но есть одна проблема. У меня КДДашки. И это очень плохо, друзья. И меня сливают. Блин, мое ОП испортили. Вся моя мечта просто разрушилась. В пух и прах. Но это досрочка. Определенно опять досрочка. И вот такие вот опять... Опять везучие катки у нас сегодня получаются. Я, безусловно, рад. Потому что все складывается отлично. И то, что на таких сочетаниях я уже не показываю себя как полный рак. Там постоянно промахиваясь бывает. Выдаю даже какие-то интересные прострельщики. Если вам нравятся, друзья, видеоролики, которые записываются с рельсами. Давайте наберем 200 лайков. 200, да. Может для кого-то покажется это много. Но я думаю, что рельса, рельса это та самая пушка, да. Которая заслуживает данного количества. Если вам не сложно, поставьте обязательно, обязательно поставьте лайк на данный видеоролик. И если 200 лайков набирается, то вот я вот просто... 200-ка я следующий видос сделаю на рельсе. Может это будет Хантера рельса. Может это будет Васпа рельса. Но этот видос будет исключительно на этой пушке. Безусловно, уже на Хорьке я записывать его не буду. То есть Хорную рельсу вы уже все видели. Она уже уходит на второй план. А мы плавненько переключаемся на другие корпуса. Очень хорошо, что у нас их имеется большое количество. И быть может, я сумею показать что-то более достойное, чем получилось у нас сегодня. Поэтому прожимаем лайки. Не забываем подписываться на канал. Также пишите в комментариях, какое сочетание вы бы хотели увидеть в следующем. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Всем удачи и всем пока.